Знаете, вот так просто сложилась моя судьба. Я ведь работала в репертуарном театре. И поскольку у меня был такой американский перерыв, когда я жила в Америке, я вернулась, и то, что мне было предложено, это антреприза. И я как-то активно стала работать в антрепризе, почувствовала, что в этом есть какая прелесть. Свобода. Ты не привязан к собраниям, к каким-то там, к репетициям, когда ты просто должен отсиживать их. К составам, потому что у меня во всех спектаклях был только один состав, я играла в один состав. У меня не было составов. А это всегда какие-то козни там в театре и так далее. Ну, так вот сложилось. С другой стороны, я хочу вам сказать, что я тоскую по репертуарному театру. Потому что вот это ощущение какой-то временного пребывания, когда есть антреприза, вот в ней есть ощущение временного пребывания. И, конечно, хочется, чтобы была семья. И даже пусть в ней будут дрязги в этой семье, и пусть даже в ней будет и любовь. Это как театр репертуарный, это как семья. Но меня не берут в репертуарный театр. Да. Хотя я не сильно себя предлагала, но вот в один театр я себя предложила. И мне сказали, что вот для того, чтобы вам работать в репертуарном театре, на вас же надо спектакль поставить. Вы же там просто так сидеть не будете. Какой смысл нам платить зарплату актрисе, которая там просто числится? Это же ваш приход, это сразу, ну, в общем, наверное, какое-то событие для других актрис театра. Хороший театр, но я предложила себе, я очень хотела там работать, но меня не взяли. Сказали, что я слишком медийная для того, чтобы проситься уже в моем возрасте в репертуарный театр.